Друзья, приветствую! Дмитрий из Минска прислал посылку. В посылке образцы двух масел разных ЭНИ Айсинтек Р 530 C4 и масло с точно такими же допусками Еврол Актенс 530 из Рено Талисман 1.5 турбодизель 2017 года. Вот описание масла. Допуски аналогичные. C4 Mercedes-Benz 229-51 и допуск Рено РН 0720. Так вот видите по баночке свежая отработка. Подписаны Дмитрием. Ну и можем приступать. Первым делом естественно создам эталон. Это масло ЭНИ. Я так понял, что оно раньше эксплуатировалось. Закладываю образцы. Вот такая спектрограмма. Есть какие-то бугорки такие из ТРВ. Сейчас покажу вам. Ну примерно 0.13, может 0.14 пик. Это примерно около двух процентов. Далее сейчас посмотрим, что намерен. Посмотрите противоизносных присадок 112 процентов. Хорош такой уровень. Я так думаю для C4. C4 это среднезольник. Выставляю тут уровень противоизноски как 100 процентов. Гликоль. Сажу подправлю. Ну и здесь такой момент, что прибор намерил щелочное 5,4. Хотя где-то где-то я уже и не помню где. То ли на всем известном сайте, то ли по производителю заявлено 8. И естественно с такой уровень, такой пик СТРовый. Да, чуть-чуть. Я думаю, что должно быть завышен кислотное. Поэтому я 1.75 выставил кислотное, 8 щелочное. Сохраняю данные. Можно приступать к проверке отработки. Да, как я уже говорил, Renault Talisman 2017 года. 1.5 дизель 110 сил. Пробег на автомобиле 140 тысяч. Пробег на масле 13 тысяч. При средней скорости 35 километров в час. Я пересчитал 371 час. Так, смотрите. Противоизносных присадок 64 процента. Нормально. Гликоли нет. Сажи 57. В общем-то для этого пробега неплохой уровень. Топливное хорошо работает. Нарастает кислотное. Возможно это попадание топлива. С большим содержанием противоизносной присадки в топливо. Оно, как правило, показывает такое повышение. Повышает кислотное. И 5.1 щелочное. Да, есть запас еще. По маслу полтора единицы. Полторы единицы. В общем-то масло рабочее. Здесь можно так принципиально. Не важно, что здесь желтым цветом. Кислотное. Потому что лимиты я выставляю. Непонятно, когда они встретятся. А я их выставляю в соответствии со своим алгоритмом. Так, сейчас покажу, что произошло с вязкостью на этом пробеге. 13000. Прилично. Да, почти 400 часов. Закладываю отработку. Сейчас посмотрим. Так, есть разжижение, но оно совершенно небольшое. Понятно, что преимущественно трасса. Даже если топливо попадает и конденсат достаточно быстро выпаривается из масла. То есть, вопросов нет. Здесь я оценил это разжижение в 13 процентов от максимального. Так, следующий образец это Эрол. Сейчас также создам эталон. Закладываю пару капель свежего, чтобы обновить спектр. Так, спектрограмма, кстати, похожа. Посмотрите, там было 0,13 сотых. Сейчас здесь посмотрим. А здесь 0,11. Ну, минимальное отличие тоже. Я так понимаю, что в районе двух процентов. Далее выбираю это масло. Сейчас посмотрим, что намерит прибор. Так, пункты. Так, смотрите, противоизносных 94. Ну, чуть поменьше. Выставляю этот уровень как 100 процентов. Опять же, гликоль также 1,10. Минус 1,10. Сажа. Сейчас посмотрим. Тоже выставляю в нуле. Ну, тоже рядышком. 1,52. Здесь кислотная явно меньше. Поменьше. 1,52. Вот, правдоподобно. Но вот щелочное тоже близко. И, по-моему, по результатам анализа в 7,5. Поэтому я выставлю 7,5. Чуть ниже. Ну, видите, кислотная пониже, щелочное пониже. В общем-то, похоже оба масла. Ну, и также этот же автомобиль. Только здесь пробег 12 тысяч. Такая же средняя скорость. Чуть больше общий пробег. И давайте посмотрим, что намерит прибор. Чуть меньше пробег. Так, 89. Смотрите, здесь по противоизноскам повеселее даже. Гликоля нет. Чуть-чуть меньше сажи. Там 0,57. Здесь 0,53. Ну, и меньше пробег. В общем-то, очень похоже, да. Здесь побыстрее сработалось щелочное. И чуть ниже кислотное. 3,35. Но тоже общие тенденции. Абсолютно одинаковые. То есть, здесь воды побольше. Но это, может быть, именно период повлиял, когда брали образец. Может быть, дожди шли там. Или, например, сразу после конденсата. Может, после городских поездок. То есть, ну, картина аналогичная. Она на двух маслах. Единственное, евро чуть побыстрее сработалось. Но, опять же, тут могут роль играть и время года, и конкретные условия эксплуатации. Вот небольшую вот это вносить. Значит, корректировку. Ну, и по вязкости. Да, опять же, есть разжижение. Ну, мотор стабильно работает и на одном, и на втором масле. Посмотрите, тоже минимальное разжижение. Те же условия. Тоже все все. Все тоже оно же. Здесь я оценил разжижение в 11 процентов. Там 13. Здесь 11. Ну, чуть меньше пробег. То есть, картина очень-очень похожая с учетом чуть меньшего пробега. Да, не забывайте отметить видео. Подписаться, кто не подписался. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И сейчас покажу вам, значит, оценку ресурса. Что было, что стало. Пересчитано на последней скорости моточасы. И получается, что Энни у нас 480 моточасов. Около 16700 километров могло бы масло выдержать. А Еврол чуть поменьше. 408 моточасов и 14250. Чуть меньше, чуть хуже отработал. Ну, меньше запаса у него по сравнению с Энни. Ну, и вот по нитрованию, посмотрите. А может быть, здесь нитрование сыграло. Здесь нитрование у Еврола, видите, повыше. 760 моточасов, а у Энни на 100 часов больше. Возможно, что на Евроле чуть больше было трассы. Ну, вот как-то так получилось. Ну, по вязкости вы видели, да. То есть, по нитрованию Еврол как-то быстрее прибивался. Нитрование, я уже давно замечаю, связано с температурой. Чем выше температура, тем, значит, быстрее этот процесс происходит, окисление азота. Вот. Возможно, что на самом деле здесь уже начался, там, я не знаю, летний период. Вот. Больше разогревается асфальт, больше нагревает. Ну, как вариант, не судите строго. Но, тем не менее, видно, что окислительный процесс побыстрее идет и, возможно, что он и прибивает, значит, масло быстрее. Разница вы видели. Разница по прогнозу 20 процентов, получается. 480-400 моточасов. Ну, здесь могло сыграть, повторюсь, время года. Нюансы по эксплуатации. Вот. Ну, и я думаю, что Энни все-таки в данном противостоянии победил покрепче масло, получше, чуть лучше. Ну, в любом случае, надо ориентироваться на стоимость. Если стоимость Еврола там на 20% ниже, то тут уже вопрос, кто победил. Вот такой получился тест. Благодарю Дмитрия за предоставленные образцы. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.